С приходом лета пик заболеваемости кишечными и вирусными заболеваниями резко возрастает. Все эти болезни опасны осложнениями и обезвоживанием организма. В первую очередь к острым кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонолез, инфекции, вызванные разнообразной условно-патогенной флорой и вирусы. В Экибастузе за 5 месяцев текущего года были лишь единичные случаи заболеваемости диареей и сальмонолезом. А в целом эпидемиологическая ситуация стабильная, передают специалисты. Ни в садиках, ни в школах, ни в лечебных профилактических организациях не было массового пищевого отравления и кишечной инфекции. Когда нарушается техника приготовления, когда нарушается личная гигиена, вот эти три основных фактора приводят к заболеванию. Заболело это дети до трехлетнего возраста, естественно там страдает уже личная гигиена. Дети все берут в рот, надо мамам особенно смотреть за гигиеной детей, ну и кормить детей по возрасту. Симптомами острых кишечных инфекций являются расстройство функции кишечника в виде жидкого стула и симптомы интоксикации. Высокая температура, слабость, потеря аппетита, тошнота и рвота. При таком самочувствии необходимо немедленно обратиться к врачу. Необходимый мониторинг ведется также в открытых водоемах, фонтанах города. С мая по октябрь месяц специалисты берут пробу воды для того, чтобы предупредить возбудителей болезней, в частности холеры, полиомелита, энтеровируса и менингита. По словам Бахетту Любаевны, проведенный в этом году анализ воды в общественных местах не выявил каких-либо опасных возбудителей. Не покупать на рынке подгнившие овощи и фрукты, разрезанные арбузы и дыни. Обращать внимание не только на срок годности, но и на условия хранения продукции. Не покупать продукты на стихийных рынках и у частных лиц. Салаты и винегреты собственного приготовления в незаправленном виде должны храниться при температуре от 2 до 4 градусов и не более 6 часов. Вот это самые важные 6 правил обезопасить себя кишечной инфекцией.